приветствую вас на нашем канале меня зовут лилия донского и сегодня у нас будет обзор трафарета для макияжа для упрощения макияжа от компании oriflame трафарет приходит в такой специальной картонной упаковке и есть инструкция как можно применять этот маленький помощник инструмент он запечатан так раскрываем и внутри малюсенькая силиконовая такая прелесть с линеечкой с двух сторон одинаковый рисунок очень удобно то что она силиконовая и хорошо гнется то есть это значит что она будет прекрасно прилегать как раз кожи и не будет такого вот отступа что где-то мы проводим удобно а где-то будет там провал какой-то как можно применять эту маленькую штуку на первый взгляд мне показалось что она абсолютно бесполезная я пару дней просто ходила вокруг нее как кот вокруг и банки с закрытой со сметаной и не знала что с ней делать но на самом деле нашла несколько вариантов как ее можно применять ну во первых если ее просто приложить сейчас буду показывать вот так вот глазу то можно провести стрелочку удобно во вторых если мы красим тени то можно положить вот так вот под глаз как где у меня тут вот так ну чтобы тени не осыпались на нижнее веко и потом не было здесь такой вот сироты синевы и так далее третьих можно немножечко да тоже помогать себе прорисовывать бровь то есть это прикладывать той стороной которая удобная и посмотрю в зеркало видеть как приложить и аккуратненько прорисовывать бровь но сейчас я вам покажу несколько вариантов что что у меня получилось и вы будете уже потом думать надо вам такую штучку трафаретик или нет ну и так давайте начнем с подводки я попробую сегодня такую гелевую подводку со специальной кисточкой это все арифлейм подводка giordani gold она кстати хорошо очень держится стойкая подводка и не смывается так сейчас мы настроим зеркало беру кисточку набираю совсем немножечко под водочки смотрю чтобы она не лежала комками на кисти не нужно я снимаю тоже не нужен острый хороший кончик далее еще кстати удобно то что есть линеечка если вы переживаете хотите сделать прям идеальный четкий макияж хотя считаю ну у нас равно есть какая-то симметрия в лице у каждого кого-то больше у кого-то меньше поэтому если будет немного не такой уж идеальный прям макияж никто вас по линеечке мерить не будет поэтому можете спокойно рисовать но все-таки когда вы краситесь отходите немножечко от зеркала чтобы вы видели целую картину и смотрите ну чтобы уж совсем не было ужас уже что одна стрелка идет вниз другая вверх то есть более менее нормально и благодаря вот этой линеечке если вы хотите прям более идеально сделать то можно просто заметить сколько делений вы провели стрелку и с другой стороны сделать то же самое если глазомер подводит и так я подкладываю так вот линеечку смотрите от уголочка глаза то есть я ее подкладываю так прям под уголочек и направляю к концу вот так вот ну в сторону где вот бровь у меня должна закончиться траектория и рисую такую стрелочку маленькую видите как удобно то что трафаретик не сдвигается я его плотненько держу так двумя пальчиками рисую стрелочку отпускаем смотрим что получилось вот начало положено сразу же лучше делать и с другой стороны потому что если полностью нарисовать с одной стороны потом перейти на другой глаз можно уже не вспомнить где мы что делали и в какой как 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 мы это делали то же самое прикладываю к уголочку закладывают это направление надеюсь все ровненько у меня так и начинаю отсюда рисовать пожалуйста на влюбь длину и не замерила оп то есть две стрелочки мне кажется они практически идеальны на самом деле если вы новичок то вам этот трафаретик точно может пригодиться просто чем больше опыта тем проще рисовать и мне например трафареты уже не нужны я легко рисую стрелки без трафаретов но все-таки польза от них есть далее когда мы рисуем верхнюю часть здесь уже трафаретики нам нужно и главное следить за высотой чтобы не было слишком высоко задрано сейчас я зеркало чуть к себе приближе и вот смотрите и тут мы соединяем стрелочку маленький комодчик все-таки подводки и прорисовываем вверх но мне кажется здесь сверху обычно не возникает вопросов у людей как прорисовать главное не делать слишком жирную линию и можно еще сделать такую штучку смотрите так как здесь сейчас получилось у нас как бы некая пустота то я вот это делаю треугольник соединительный и внутренность треугольника закрашиваю вот что должно получиться ну и длину стрел конечно нужно регулировать сейчас у меня очень длинные мне как стрелки и их можно будет немножечко укоротить делать покороче я думаю что будет даже еще лучше так что еще можно делать этой стук я не буду сейчас полностью макияж делать на что это займет много времени главное чтобы вы поняли суть что мы делаем смотрите здесь есть еще такие вот изгиба такой это сгиб и он то есть его можно приложить как на инструкции показано сейчас покажу вот как раз это вот окошечко то есть приложить и ограничить нанесение определенного оттенка теней то есть так например сверху мы прикладываем это показывает что например тут будут темные тени вот в этом месте чтобы они не выходили там за рамки другого то есть да потом чтобы сделать брови более идеальные давайте попробуем брови я беру такую кисточку набирают нее наши привычные тени разбилась коробочка так набираю тени для бровей и сейчас попробуем рисовать брови так с чего начать вот я прикладываю вот так вот по форме бровей у меня как лежит вот тут кусочек я прикладываю и начинаю рисовать бровь нарисовала чуть-чуть вот видите у меня четкая линия она не пошла вниз не пошла вверх но мне кажется все таки для бровей лучше брать трафареты такие полные чем вот из кусочков составлять себе рисунок брови но тем не менее можно и с этой штучкой тоже делать рисунок брови хорошо раз продолжаем я приложила теняемая правила нижнюю часть выделила опять набираю немножечко теней давайте попробуем сверху сделать то же самое никак не соображу как мне приложить зафиксировала то есть вот высота моя и начинаю здесь делать тушевочку заполняю пространство внутри брови об чего-то пошло не так надо конечно приспособиться чуть-чуть такая вот как говорится развлечение до найти применение трафарету сюда приложили приезжали заполнили как-то так надо конечно удобнее стоять перед зеркалом чтобы видеть себя хорошо и делать хороший рисунок брови главное не опускать кончик вниз вот так нашли мы несколько применений и конечно если у вас идет хорошая тушевка теней то приложить можно вниз этот как сказать трафарете берем карандаш мне чтобы не выйти за пределы и вот такой провожу стрелочку не знаю не очень получается попробую пушистой кисточкой тенями так где мне тени чтобы тени не сыпали смотрелись мы делаем тушевку внизу тенями я набираю на плоскую кисточку какой-то оттенок тени я набрала здесь коричневатый такой цвет прикладываем трафарет для макияжа вот так вот я положила пора пора краситься ну вот как то так ну чтобы вниз не сыпалась уже на макияж красивую так вот аккуратненько делаем тушевочку вот мне понравилось очень стрелочки вот эти вот рисовать ведь они прям четкие ровненькие идеально сделать только чуть-чуть покороче получается вообще очень даже неплохо интересно поэтому если вы новичок то точно закажите себе такой трафарет я думаю что вы с ним поиграйте вам поможет набить руку если конечно вы уже профи то можно обойтись и без этого трафарета я думаю что у вас уже и так стрелки и брови классно получается но вот на таком незаконченном макияже я заканчиваю наш обзор в конце покажем что получилось и до новых встреч и так вот что у меня получилось и кстати я нашла еще одно применение этому трафарету если вы красите нижние ресницы и пачкаете века то нужно также подложить трафарет под ресницы накрасить их а трафарет потом легко смывается просто мыльной водичкой поэтому неплохая штучка на самом деле пригодится не зря купила и вот у меня что в результате получилось смотрите я чуть-чуть добавила теней и накрасила ресницы макияж готов на самом деле такой макияж делается в течение 10 минут максимум 15 но чем больше вы будете тренироваться тем быстрее у вас будет получаться классный качественный макияж и я желаю красоты классных нежных макияжей и просто будьте счастливы до новых встреч на нашем канале с вами лилия донского пока пока